обнаружила диверсионную группу, которая минировала путь движения нашей колонны. Российские военные открыли огонь и заставили националистов отступить. Ахмедов лично обезвредил 35 мин, все оказались иностранного производства. Артиллерийский дивизион под командованием подполковника Анатолия Лукина сорвал наступление украинских силовиков. Наши орудия уничтожили два миномета калибра 122 мм и реактивную систему залпового огня «Град». Сержант Юнус Умархаджиев обнаружил украинскую колонну с техникой, организовал засаду и вместе со своей группой нанес удар по националистам. Часть радикалов была уничтожена, остальные сдались. И на допросе сообщили важную для наших войск информацию. А старший лейтенант Сергей Моргунов со своей зенитной батареей сорвал наступление украинских боевиков, уничтожив их вертолеты и беспилотники. Многие из тех, кто отличился в ходе спецоперации, получают государственные награды. Ордена и медали бойцам вручают прямо на передовой в боевой обстановке. Времени на долгие торжественной церемонии пока нет. А раненым награды приносят в госпиталь. О настоящих героях нашего времени. В репортаже Алексей Иванова. Экипаж инженерной машины разграждения, командующий 58-й армией, Михаил Зусько, награждает на линии фронта. В знаке ордена Светлого Георгия, Георгиевский крест 4-й степени, командир машины Никита Павага и механик-водитель Виталий Бусленко получили за первый в жизни боевой выезд. На этой бронированной ИМР-2 впереди всей танковой колонны они прорвались из Крыма на Украину. Пункт пропуска Чангар был заминирован. Дорога перегорожена бетонными блоками. ВСУшники открыли по передовой машине шквальный огонь. Наши ответили. Самое такое, что вот прям сильно запомнилось, это когда наша артиллерия работала. Огненные шары. Ну в любом случае задача поставлена, ее надо выполнять. Как расчистить преграды и открыть путь для техники экипаж отрабатывал на учениях. Тренировки помогли сделать все то же самое в бою за считанные минуты. Мост был заминирован. Нас как бы сразу с этим сориентировали, предупредили насчет этого. Был заложен бетонными блоками, различными инженерными заграждениями. Наша задача была расчистить его. Машина также отработала на пять. Машина справилась. Машина хорошая, не подвела. Даниилу Новикову медаль за отвагу вручили в палате военно-морского клинического госпиталя в Севастополе. Майора уже перевели в отделение для легко раненых. Хотя еще несколько недель назад он даже с постели подняться не мог. Сильное ранение в ногу офицер Черноморского флота и командир подразделения получил во время зачистки поселка от диверсантов. Вместе со своими бойцами попал под артиллерийский обстрел. Под шквальным огнем раненого командира дотащили до лесополосы. Так как самостоятельно передвигаться не мог, соответственно, мои товарищи раненого меня порядка, наверное, километра, полутора километров перемещали, так сказать, на себе. Многу военные врачи спасали в мобильном госпитале, на который также летели снаряды. Я находился под местным наркозом. Прекрасно помню, что операцию мне производили при очень сильном обстреле аэродрома. Соответственно, практически весь медицинский персонал госпиталя убыл на отражение нападения на данный аэродром. А врач, я так понимаю, ну с медицинским персоналом, которые присутствовали только на операции, они продолжали мне делать операцию. После того, как сделали операцию, соответственно, был эвакуирован. Майор Даниил Новиков снова рвется на передовую. А еще хочет поблагодарить врачей полевого госпиталя, которые также совершили подвиг. На российской военной технике, которая участвует в операции по защите Донбасса, напомню, нанесены латинские буквы Z и V. Как ранее объяснили в Минобороны, Z значит за победу, а V – сила в правде или задача будет выполнена. Так вот, эти символы очень не понравились украинским депутатам, и они не нашли ничего лучше, как просто запретить использование в стране символов Z и V. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. Решение выглядит нелепым, особенно в случае, что имя и фамилия действующего президента Украины на латинице начинаются как раз с этих букв. Значит, как теперь будет? А Владимир Еленский? Так получается? В России...